Привет, капитаны! В эфире к WChannel, канал, где изучают корабли. Крейсер Щербаков. Одна из лучших новинок мира кораблей в этом году. И сейчас расскажу, почему я его таким считаю. Кому корабль стоит взять, а кому не обязательно. Сразу отмечу, что никого не собираюсь агитировать приобретать этот корабль за реальные деньги. Покупать его или нет, это дело исключительно ваше, и мне от этого вообще ни горячо ни холодно. Просто расскажу, чем лично мне он так понравился. Во-первых, мне всегда нравился крейсер Кутузов. Это один из моих любимых кораблей в игре. Когда-то я его не успел купить, потом его вывели из игры, за тем несколько лет я безуспешно пытался вытащить его из новогодних ящиков. И лишь пару лет назад, когда уже собрал вообще все корабли из новогодних ящиков, то самыми последними мне выпали Белфаст и Кутузов. И это был праздник. Я много поиграл на Кутузове, много за все эти годы видел его в боях, следил за его статистикой. Вот, кстати, данные Прошипс, где он первый по Винрейту. И этот крейсер в опытных руках очень эффективен и комфортен. Все дело в том, что в отличие от других дымных крейсеров, у Кутузова траектория полета снаряда не через космос, а вполне себе приличная. И его дальность 19 километров совершенно рабочая. Попробуйте Косминотавра, а падите в цель с такой дистанции. Да он настолько и не бьет, а всего на 15,8. Или с дымного паназиата. Или у Смоленска. Дальность даже с модулем на дальность всего 16 километров. А у Кутузова и Щербакова 19. Плюс последнему еще можно взять модуль на дальность. Но это уже не обязательно. Лучше ДПМ. То есть Кутузов до появления Щербакова, по сути, был единственным дымным крейсером в игре, который мог поливать фугасиками с больших дистанций и уверенно попадать при этом. И это дает крейсеру возможность поливать как с открытой воды с большой дистанции, так как в ответ попасть по нему уже не так просто, так и подходить ближе и поливать под прикрытием дымов, обеспечивая себе уже более точное попадание и более высокий урон. В итоге там, где любой другой дымный крейсер просто не добивает или не может попасть, Кутузов попадает. А там, где любой обычный крейсер с хорошей баллистикой не может активно вести огонь на средних или ближних дистанциях, так как слишком рискует получить в ответ, Кутузов ставит дымные тучки и ни в чем себе не отказывает. Причем дымы его устроены так, что после окончания первых уже довольно быстро готовы следующие. И так можно использовать три дыма за бой. И все это дает огромные преимущества в умелых руках и позволяет Кутузову существенно влиять на бой. Но у Кутузова, на мой взгляд, всегда было два важных недостатка. Во-первых, отсутствие хинки, из-за чего цена любой ошибки сильно возрастает. Во-вторых, отсутствие дальнобойных торпед, которые у Кутузова идут на 8 километров, что тоже весьма неплохо и уж точно лучше крейсеров, у которых вообще торпед нет. В клинче и в дымах отличная штука, но все же из инвиза уже не покидаешь. Так вот у Щербакова эти недостатки исправлены. У него есть хилка, а торпеды идут на 12 километров. А еще и маскировка лучше. 10,6 против 11,4 у Кутузова. И это реально сбытие мечт для того, кому нравится Кутузов. Если Кутузов был комфортен и его сложно утопить, то Щербаков просто мега комфортен. Я для этого обзора катнул лишь три боя. Два из них были турбинки, а в третьем я уже засыпал, так как дело было ночью. И в первой половине этого боя я неосторожно светанул бортом перед линкором. Отгреб чемодан. Но хилка помогла не только нормально доиграть до конца боя и набить свыше 140 тысяч, но еще и попасть в другую, весьма сложную ситуацию, когда я по неосторожности слишком засиделся в дымах и вылез из них под огнем двух линкоров. И все равно в итоге выжил. То есть совершил кучу ошибок, но все равно корабль дожил до конца боя и набил неплохой урон. И поскольку я очень много поиграл на Кутузове, то мне не нужно играть на Щербакове больше, чтобы определить, насколько он крут. Не нужно выискивать для вас бой на более чем 200 тысяч, чтобы убеждать в чем-то. Мне все это стало понятно по этим трем, пусть и посредственным боям. Понятно, что по уровню живучести, комфорту и интересу от игры Щербаков просто на голову лучше Кутузова. При том, что Кутузов сам весьма хорош. А еще и гораздо лучше фармит, ибо прем девятка. А что касается наносимого урона, то этот параметр я бы уже не назвал каким-то особо крутым для крейсера девятого уровня. По крайней мере не таким супер крутым, как его живучесть. То есть по части урона он просто повыше среднего. Но как для девятки, вполне себе хорош. В районе 120-140 тысяч за полный бой на нем можно делать без напряга, лениво постреливая с дистанции. А затем подойти поближе и накидывать с дымочков. Что касается его орудий и ДПМа, то важно понимать следующее. Вместо бронебоек ему выдали полубронебойки. То есть хочешь выжигай и фугас, а хочешь полубронебой. Достаточно интересное и редкое сочетание, так как обычно полубронебойки заменяют фугасы, а не бронебойные снаряды. Щербакову же, как и Кутузову, с их небольшим калибром 152 мм бронебойки не очень-то нужны. В основном Кутузов играется от фугасов, но у них пробитие 30 мм. А у Щербакова появляются еще и весьма полезные полубронебойки с пробитием 42 мм и урончиком повыше фугасов. 3100 против 2200. Вот посмотрите сравнительную таблицу ДПМ Щербакова, другой девятки Донского и Кутузова. У девяток стоят модули на ускорение перезарядки. У Кутузова такого модуля нет. И мы видим, что на фугасах ДПМ Щербакова мощнее Донского на 18%, что неплохо. А по сравнению с Кутузовым Щербаков лучше на фугасах лишь на 1%, а на бронебойках таки на 5 хуже. Но там, где Кутузов и Донской будут поливать фугасиками, Щербаков может сперва повесить пожар тоже фугасами, а затем начать использовать полубронебойки, если цель не идет совсем уж носом или кормой. И тогда смотрите, какая разница получается по ДПМ в эти весьма частые моменты. Если Щербаков стреляют полубронебойками, а Донской и Кутузов фугасами, то Щербаков аж на 42% имеет ДПМ выше, чем у Донского и на 30% выше, чем у Кутузова. Это уже весьма солидная разница. Так что можно смело утверждать, что ДПМ у Щербакова достаточно приличный по сравнению с другими девятками. Отсюда и урон набегает достаточно бодро, лишь бы только бой не кончался слишком быстро. Ну и торпедки еще. Штучки хоть и ситуативные, но порой помогают добирать урон. И случаи для их применения находятся у Щербакова гораздо чаще, чем на Кутузове, что вносит еще большее разнообразие в геймплей. В общем, любителям Кутузова Щербаков зайдет однозначно. Да и вообще всем любителям крейсеров. Ибо это полноценный дальнобойный крейсер с хорошей баллистикой, у которого почему-то еще оказались и дымы. Кстати, и ГАП тоже, что помогает в этих дымах не нахвататься торпед. Да и вообще штука крайне полезная. Не понравится корабль может только тем, кому хочется иметь РЛС на крейсере. Кому он еще может не понравиться, даже сложно предположить. Разве что тем, кто хотел получить его бесплатно, а тут надо платить. Но тут уж ничего не поделаешь. В общем, если вам нужен реально крутой и интересный крейсер на девятом уровне для фарма и нагиба, Щербаков самое то. Максимум эффективности и комфорта при минимуме каких-то напрягов. Насколько это вообще возможно на классе крейсеров? А сборка на нем у меня классическая. Надеюсь, теперь вам будет проще принять свое решение по этому кораблю, а в ответку вы не забудете поддержать канал, чтобы видео могли продолжать выходить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай. Мне требуются запчасти с этой лодки. Дымогенератор активирован. Постановка дыма завершена. Удачи! Гидроакустический поиск включён. Крейсер противника потоплен. Обнаружен крейсер противника. Союзники, сфокусировать огонь на корабле. Обнаружен крейсер противника. Обнаружен крейсер противника. Продолжение следует... Активирован дымогенератор. Постановка дымов завершена. Продолжение следует... Продолжение следует... Гидроакустический поиск включен. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...